Здравствуйте! Это рубрика «С чем носить?». В ней мы подбираем пару бюстгальтеров из мира одежды. Сегодня фокус внимания на облегающих вещах. Какие бра подходят кофточкам по фигуре? Сейчас все расскажем. Хочется подчеркнуть достоинства фигуры облегающими вещами, но из-под кофточки или блузы постоянно предательски выглядывают границы бюстгальтера. Знакомая проблема. Часто такое происходит, когда бюстгальтер неправильно подобран по размеру. Давайте посмотрим, как решить эту проблему. В этом нам поможет Олеся. Вы видите, что на ней тонкая блузка, из-под которой видны линии бюстгальтера. Мы решили отправить ее на барафетинг, чтобы исправить проблему. Теперь, когда у нас есть правильно подобранный бюстгальтер в идеальном размере, самое время раскрыть секрет, каким он должен быть, чтобы быть незаметным под одеждой. На Олесе мы видим модель с гладкой чашкой, такая используется при повседневной носке и закрывает до 75% груди. За счет того, что самая полная часть груди находится в бюстгальтере, его границы не видны даже при движении. Ошибкой было бы надеть под такую тонкую и облегающую блузку бюстгальтер со швами или бюстгальтер балконет, потому что они как раз были бы заметны. Часто облегающие ткани просвечивают, поэтому самый универсальный способ скрыть белье – это выбрать бра телесного цвета, подсветлые и полупрозрачные вещи. Ну а как обыграть облегающую вещь с глубоким вырезом декольте? Стилист подобрала для Олеси бюстгальтер с низкой перемычкой. Такой бюстгальтер не подойдет для закрытых в зоне декольте вещей, поскольку при движении грудь может перемещаться к центру и бюстгальтер будет выделяться. А вот для декольтированных вещей бюстгальтер с низкой перемычкой – попадание в точку. Каждой женщине обязательно иметь оба таких варианта, ведь они предназначены для разных случаев. Спасибо за просмотр! Напишите в комментариях, какие еще темы мы можем разобрать в рубрике «С чем носить». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые интересные видео. У меня на этом все. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok